Досрочное голосование по поправкам к конституции стартовало на Колыме. Сейчас региональная избирательная комиссия отрабатывает отдаленные городские округа. Это Северо-Ивенска, а также золоторудные прииски и транспортное сообщение, с которыми возможно только по воздуху. До таких районов представители избиркома доберутся на автомобилях высокой проходимости, катерах или вертолетах. На сегодняшний день досрочно проголосовало уже более 200 человек. Эти данные будут очень быстро и очень активно нарастать, потому что уже на этой неделе к досрочному голосованию приступают самые крупные предприятия нашей области, рудники. Поэтому процесс уже запущен, можно сказать. Ну и второй главный для нас такой сейчас аспект на этой неделе, это на старт работы пунктов приема заявлений в участковых избирательных комиссиях. Заявления о голосовании по месту пребывания принимают территориальные комиссии МФЦ и избирательные участки. Напоминаем, что подать документ можно не позднее 21 июня до 14 часов по местному времени. Председатель регионального избиркома Николай Жуков отметил, что все необходимые средства санитарной защиты для избирательных пунктов на период выборов доставили на территорию Магаданской области. Частью из них уже укомплектованы территориальные комиссии. На следующей неделе средства защиты получат избирательные пункты на участках. Продолжение следует...